Продолжение следует... Адресная. Есть, ну, в Библии написано, что Библия – это меч, это оружие. То есть у нас современные такие понятия, что это уже пушка. И как проповедник, проповеди – это может быть как пуля, да, которые очень четко, детально и по адресу, именно к цели, как снайпер, вот именно на этот. А есть вот такие проповеди, которые больше как дробь, да? Дробь, которую ты и все получили. Я бы сказал, что сегодняшняя проповедь – это больше похоже на дробь. Наверное, где-то мы все будем получить что-то. И я надеюсь, что это к лучшему. Вы не заметили, насколько времени Господь вложит в Библию энергии и место, и слов, только чтобы его народ был правильный? То есть, когда мы откроем, например, послание к римлянам, там о чем идет речь? Чтобы они поняли доктрин, и чтобы они жили правом. Первая, вторая Коринфянам. Первая Коринфянам. Это там, а там дает апостол Павел им лексии, как привести людей ко Кресту и евангелизации. Нет. Упор в этом, чтобы Божий народ был правильный. Поступили правильно, говорили правильно, думали правильно, поклонение было правильно, чтобы все было правильно. Почему? Потому что у нас очень много неправильных. Вторая Коринфянам. Чтобы они правильно переносили страдания. Эфицианам. Там есть лексия, как приобрести весь мир ко Кресту? Приобрести? Нет. Чтобы они думали правильно, поступили правильно. Господь очень интересуется, чтобы его народ, чтобы его людей, верующие, верующие Нового Завета, как мы с вами сегодня, чтобы у нас было, в нашей жизни были правильные. Потому что мы, везде, где мы бываем, и маленькие такие рекламы. Его благодать, его способности, его сила, как менять нас из-за внутри. Так что вот Евангелие и Библия, она должна быть эффективная. Она должна работать в нас. И Слово Божие не работает там, где есть иногда как пробки. Есть у вас это слово глитч? Глитч. Компьютер. Есть. Глюк. Как? Глюч? Глюк. Глюк. У верующих есть этот глюк. И появится время, время этот сильный экран смерти. И бах! И все уже вот такое. И это Божий народ. И Бог очень много времени вложит, чтобы мы были правильные. И чтобы мы исправляли то, что неправильно в нашей жизни. Чтобы мы думали правильно, верили правильно, чтобы все было правильно. Вот. Правильности. Вся Писание, все Писание благодукновенно и полезно для что? Учения и наставления. Что? Правильности. Правильности. Так что Библия способна нам говорить, что правильно. Библия нам говорит то, что неправильно. И Библия нам говорит, как и изменять или исправить то, что неправильно в нашей жизни. И вот. Мы сейчас находимся здесь. Это Январ. Январ. Они именовали его. Имя его. Это Янус. Это богина. Бог. Бог, который имеет в двух лицах. Не знаю, вы в курсе дела. И один смотрит на прошлое, и другой смотрит на будущее. И вот почему Январ называется Январ. Это по имени начисленного имя этого бога. И это был Новый год. И это значит, что мы оставляем некоторые вещи в прошлом. И давайте филиппинцам 3 глава. Откроем филиппинцам 3 глава и 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Он имеет в виду прошлое. Забывая то, что было прошлое. Заднее. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во кресте Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен вот о чем мыслить. Бог очень интересуется в ваших мыслях. А если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Так что здесь апостол Павел в этом отрывке, в этом главе, он с первого стика он начал сказать все, что он сделал до того, как он спасся. Он на 3 главе, вот смотрите, вот пожалуйста, 3 стих. Сказал, что он никакая не надеется на плод. Он сказал, что вот он раньше надеялся на плод, но 5 стик, он обрезанный в 8 день. То есть все четко. По еврейской религии. Из рода Израилева. Колено Вениаминова. Вот это, что она существует, это было чудо. Евреи от евреев. По учению фарисеев. Самое такое правильное, самое такое буквальное истолкование Ветхого Завета. Это был он. По ревности гонител церкви. И он сказал, что он это все посчитал за ссор. Он сказал, что он это все посчитал, как это потеря, чтобы он смог приобрести Иисус Христос. Так что апостол Павел в этом отрывке сказал, что он пришел к такому моменту, когда он понял, что вот все его, весь жизнь, представляешь, вот такой момент, он был самый-самый религиозный человек, и его жизнь, все течение его жизни, смысл жизни, преданность его жизни, все, что он верил, когда он спасся, это был вот такой момент в его жизни, когда полностью перестроил его жизнь. То есть он сказал, что раньше я уповал на это все, а теперь мне надо было достигнуть такое место и понятие здесь, что мне надо сказать, что это все уже ничего. Даже все, что я занимался до этого, мне надо уже глотать, это горькую такую таблетку, что вот это было все бесполезно, не помогал мне вообще никак на отношении с Господом, и мне надо это все забывать и уже и вперед. И можно сказать, что если бы апостол Павел неправильно разобрался с прошлым, с прошлым, его прошлое, все, что было в прошлое, он бы не стал бы апостолом Павлом. Он бы вообще не был таким человеком. Так что ему надо было разобраться, что мне делать со своим прошлым. И вот об этом я хочу, как раз мы здесь находимся, это первый день, слава Богу, первый день, это воскресенье, первый день 17-го года. У нас новое начало, и нам надо знать, как, что делать с этим прошлым, это событие, и все, что было в нем. И вот об этом хочу проповедовать, чтобы мы были правильные. Вот, чтобы мы были такие люди, которые Бог, если бы захотел, Он смог нас использовать. Аминь. Это одно иметь желание, чтобы Бог тебя использовал ради Его славы. Это совсем другое дело, если вы вообще в состоянии, чтобы Он тебя использовал. Аминь. Так что наше, то, что Бог делает, это Его дело. Мы можем молиться, мы можем все остальное, умолять и все остальное, но, мое дело, твоя дело, это чтобы разобраться с собой, чтобы мы были такие, которые Бог смог использовать. Аминь. Давайте вот тогда помолимся. Отец наш Небесный, мы молимся, чтобы Ты благословил сегодняшнюю вот эту проповедь. Господь, если Ты смог полностью повернуть этот мир через 12 апостолов, здесь у нас хватает достаточно человеков, чтобы мы смогли на нашей вот маленькой сфере, где мы находимся, чтобы вот было Твое присутствие, Твои благословения, Твои вот, чтобы Твое слово было известно, где мы находимся. Используй нас. И Господь, помогите нам разобраться с прошлым, и чтобы мы знали, как быть, и что делать с ним. И Господь, чтобы все было право перед Тобой, и во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь. Так что, что делать с прошлым? Я сам заметил, что Божий народ, у них несколько моментов в их жизни, где у них есть проблемы с этим прошлым. Это то, что мешает, это то, что кушает наше время и энергию. Если неосторожно, это такие вещи, которые могут, как рак, как инфекции. Рак и инфекции, он просто передается. Это вот такие вещи, которые, если они не, если мы не, как сказать, разбираемся с этими вещами, ну, ты знаешь, что мы можем в духовном смысле, мы можем просто сдохнуть. чтобы я не имею в виду, что вы потеряли спасение, или вы будете гореть в аду. Я просто говорю, что вот Господь просто тебе положит уже на полочку, и ты там будешь сидеть непонятно сколько лет, пока ты уже будешь в состоянии, которое Бог может тебе использовать. То, что мешает, я заметил, что да, это как инфекция. Инфекция передается гораздо больше, чем просто здоровая жизнь. Аминь. Я бы хотел, чтобы какой-то там очень спортсмен, здоровый такой парень пришел и зарядил, да, заразился на всем, и мы были тоже вот такие, но так не работает. Было бы вообще сказка, да, если бы было все так. Но это не так, только Господь может вот прикосновение и давать жизнь вот так. Ну, нет, все наоборот. Это болезнь, которая влияет везде. И неправильное мышление, неправильное дело в нас внутри, он может и влиять везде, дома, в отношениях, в работу, в отношениях с Господом, в отношениях с людьми. С верующими, со супругами, с детьми. Это везде влияет. Так что, есть вот несколько сфер, где, я бы сказал, самые-самые проблематичные. И самое первое, что мы должны понимать, как правильно относятся прошлые обыды. Эти прошлые обыды мешают, мне надо было сам учиться. Все эти такие детали. Что делать, когда люди очень плохо относятся к тебе? Ты вообще этого не заслужил. Когда я спасся, я просто, я люблю всех, претензий нет, я не хочу никого не вредить. Понимаешь? Не хочу. Но я думал, что все божьи люди, они все святые. Я так думал. Этот круг, где я раньше был, они были вот такие. Но даже вспоминаю, вот из этого группы, которые не были спасены, некоторые были, я бы сказал, более честные, чем вот некоторые верующие, которые знают. Братья и сестры, проблема здесь это не сам Евангелие. Проблема у нас это, конечно, не Иисус Христос. Проблема с христианством это в том, что Божий народ неудачно применяет Божьи слова или просто пренебрегает Божьи слова в себе. Вот. Прошлые обиды. Кто-то тебя обидел в прошлый год? Украл, обманул, сплетен воспространяли, солгали. Будет. Мы это ожидаем от этого неспасенного мира. Они просто так и настроены. А для верующих здесь в Украине, особенно в Украине, проблема здесь, я заметил, что многие из вас, вы имеете, вот как у вас этот на столе и у вас сколько лет передает мышление, как жить. Прабабушка, прадедушка, бабушка, дедушка, мамы с папой, соседи, иноклассники, они все говорят, что не получается жить в Украине честно, без обмана, без воровства, а у тебя вот и этот. И обычно украинцы либо говорят, что, ну ты знаешь, они либо говорят, как будто они эксклюзивные, они уже обдурили, обманывали себя, думают, что вот Бог понимает, Бог хороший такой хлопец там в облаках там где-то на троне своем, он понимает, что мы украинцы, мы бедные, бедные, мы бедные, и так, что Господь будет не обращать внимания, потому что мы эксклюзивные, ну, исключительные люди, и Бог все понимает. Либо этот, или просто не получается, и просто вперед, и будут жить как мир. А другие стараются хотя бы на совесть поступать, а те, которые, то есть, братья и сестры, это тяжело. Тяжело, и я знаю, что это тяжело, но это значит, что тебе надо быть, к сожалению, осторожно в отношениях, с верующими людьми. Я бы хотел сказать, я бы хотел думать, что мое слово сильнее, чем какой-то документ. Понимаешь? Даже я с другим человеком в Одессе, с этим человеком только на словах я купил его дом. Просто так. Я ему дал 40 тысяч долларов, вот на тебе. и я буду отплатить 500 долларов каждый месяц, пока я не все, и потом я дал ему, я не знаю, пока мы договорились на этот дом, на сколько там тысячи долларов, сколько там, и на его слово, он сказал, что когда все оплачено, я приду и буду все переоформить на мой счет. хорошо, на словах. И так и мы сделали, так и должно быть среди верующих, но мы не живем в такие дни. Тело Иисуса Христа не такое, к сожалению. Она смогла бы быть такая, но она не такая. И скоро или позже, братья и сестры, вот кто-то будет тебя обидеть. Кто-то будет тебе либо специально или не специально. Иногда это просто разногласие, иногда это недопонимание, вот, очень часто это недопонимание, очень часто что-то там эти обиды появляются из-за того, что либо человек не говорит, не объясняет, другой вообще не слышит и не хочет, потому что уже убежден, что это так. Ну, результат вот такое, обиды. обиды, обиженные и вот такие. И тебе надо знать, что делать, потому что мы живем вместе, у нас есть трение, мы бываем здесь на собрании, и маленькое собрание у нас, у нас здесь небольшое, нельзя здесь просто спрятиться в этом общине. Это церковь, аминь, это поместная церковь, и тебе надо учиться здесь, как правильно относиться к Божьему, то есть Божьему народу, как жить вместе, как верующие, и не только здесь на собрании, но тоже там на базаре, там, где вы бываете на транспорте, в ваших домах, тебе надо учиться, как жить там, как христиане, и как особенно решать эти проблемы, когда есть обиды, я заметил, что большинство этих обиды, это результат этого штука, среди верующих, что делать, кто-то тебя обидел, специально, не специально результат одно и то же, больно, ты обижен, чувствуешь, что ты не заслужил этого, это неправильно, это неправильно, а теперь как тебе поступать, чтобы ты был правильным в этом деле, вот, вот, самое такое лучшее, наилучшее вот этот выход, просто пытаться, держать твое сердце в таком положении, как наш Господь, я бы сказал, что люди обидели его на кресте, и даже во время этого он смог ходатайствовать за них и молиться, прости их, когда я на этот смотрю, что не знают, что делают, он лучше знает, мне кажется, что эти фарисеи хорошо знали, чем они занимаются, специально этим занимаются, но, конечно, он имел ввиду, что они не понимают до конца серьезность этого дела, не знают, чего, что они делают, самое наилучшее, держать твое сердце в этом отношении, я однажды слышу, такое, вот, проповедник сказал, что, вот, уже 30 лет в служении, он сказал, что, вот, я уже так веду себя, что я говорю так, я не тебя допускаю, чтобы ты сделал меня твоим врагом, это мне нравится, такое, потому, что, как будто, некоторые люди, как будто специально так работают, чтобы ты был их враг, врагом, самое наилучшее, это, как вода от гусика, просто, просто смотреть настолько, Господь был добрый к тебе, не стоит об этих вещах волноваться, не думать, это зачем, не стоит, я, Бог был слишком добрый ко мне, что, зачем, я могу, что, просто размышлять и быть постоянно обижен, или я могу смотреть на то, что Бог дал мне и сказать, вау, к сожалению, многие, и когда вы живете в прошлом, с этими обидьями, ты это пропускаешь, вот, что делать, надо научиться прощать, и прощать, это значит, что тебе надо делать первый шаг к примирению, хотя бы попробовать, что Библия говорит об этом, Матфея, пятая глава, и Матфея восемнадцатая глава, оба эти стиха говорят, что примирение это уже к цели, чтобы решать эти проблемы, надо примирение, надо примиряться с людьми, и это значит, что если ты обижен, оставляй, я извините, вот, ищите примирение с этим человеком, если ты знаешь, что у кого-то есть претензии, тогда ты должен делать первый шаг, то есть, они должны и как-то там хотят, должно быть, хотение, почему, потому что Христос так учил, примирение, представляешь, мы здесь сидим, братья и сестры, с Библией в руках, и мы там живем в этом мире, мы говорим всем, прийти к нам, прийти к нам, к чему, ой, Бог тебе прощает, да, будет прощение, будет спасение, а ты сам знаешь, что это такое прощение, ты знаешь, что это значит прощать людей, вот такие лицемерия, мы говорим, мы говорим, говорим насчет прощения и сами не практикуем, вот антиреклама, аминь, должно быть такое желание, чтобы искать прощение, искать примирение, примирение, а иногда не получается, я взял вот пример Библии, было вот какие-то там что-то, я сделал то, что Библия говорит, я прошел к этому человеку, я потом совсем не получилось, я пошел уже на церковные руководители, и там как будто только усложнял это дело, и дело стало хуже, я бы сказал, я стал вот тоже непонятно, я поступаю здесь по Библию, получил еще, ну, что делать, ну, я теперь, и слава Богу, я теперь понимаю вот овцы, я понимаю вот те, которые пришли, те же самые вот такие, что мне делать, а что, сидеть дома, и нянечать этой обыдой, кормить, кормить, и ребенок, чтобы растет, вот такое, не надо, лучше прощать, и лучше вот питаться, просто забывать, то есть, хотя бы принимать решение, забывать, самое первое, ищите примирение, если есть примирение, слава Богу, ты приобрел, брат или сестра, можно опять обниматься, можно опять служить вместе, и все хорошо, если так, слава Богу, потом прощать, что-то знать, забыть, не получается забыть, потому что боль, это боль, это был великий такой момент в моей жизни, когда понял я разницу между прощением и доверением, потому что как будто был, человек спросил прощения, как будто претензий нет, я не, особенно не хочу тебе давать, мщения не ищу, чтобы тебе тоже было больно, прощаю, и хочу отношения, но я очень, не знаю, доверие, если есть желание примиряться, примириться, и прощение есть, тогда доверие, это просто дело, время, просто дело, надо общаться побольше, давать хотя бы Господь шансы, возможность, чтобы был контакт с этим человеком, чтобы был немножечко разговора, чтобы найти какой-то общий язык, чтобы жить вместе, и чтобы Господь вас двое использовал на что-то, и потом уже эти нитки, которые связывают людям вместе, уже появятся со временем, со временем, прощение, прощение, это решение, и это не чувство, тебе это надо понимать, это не чувство, у тебя никогда не будет чувство, так, как должно быть, у тебя всегда будет эта боль, и прощение всегда ищет новое это отношение, вот, прощение не говорит, уйди от меня, я тебе прощаю, пусть Бог с вами, пусть Бог с тобой, пусть Господь тебе больше меня использует и благословит, чтобы у тебя было больше меня, но уйти из моей жизни, но так не получается здесь на собрании, братья и сестры, аминь, не получается, и тебе надо как-то научиться, уходить туда в мир, это не выход из положения, выход из положения, открыть Библию и разобраться с этим здесь и питаться по-божьему, братья и сестры, так что вот, я хочу вам сказать вот что, братья и сестры, если у тебя какие-то обиды в прошлом, оставьте их в прошлом, то, что было с 16 года, это уже мы не можем менять, это уже в прошлое, у нас уже 17 год, новые возможности, у нас вот то, что новое, мы должны вот именно к цели смотреть, может быть в этом году Господь придет, и я не хочу, чтобы когда Господь придет, каждый раз, когда читаю этот отрывок, когда Давид, который есть прообраз Иисуса Христа, он вернется туда, в Иерусалим, после того, как Авесолом именно гонял Его и все, и у Него несколько людей, которые встречаются с Ними, и это прекрасная иллюстрация второго пришествия Иисуса Христа, есть вот те, которые старые, верные, вот те, которые вообще нехорошие, и вот, был вот этот Мефибосеф, или как его зовут, Мефибосеф, свей у вас, и этот Зиба, Зиба у вас, как это, и Давид, то есть, здесь вот такой торжественный день, Давид опять вернулся, он к цару, опять на своем троне, это торжественный день, и встречаются с ним эти два парня, и у них есть спор, они качат сразу, вот Давид, у нас вот такое, он меня обманул, он это сказал, но он это сказал, и Давид говорит, Бог с вами, то есть, вот такое, все, что они могут видеть, это себя, и когда мы слишком, как тросик, который просто полностью, как сетка, нас полностью держит вот так, что мы не можем смотреть на то, что Бог делает, я только вот разбираюсь с моими собственными чувствами, и как я чувствую, и как мои обиды, и это неправильно, вот, это не жизнь, братья и сестры, отпускай, тебе надо жить, аминь, надо жить, есть жизнь впереди, свобода, свобода это прощение, так что оставьте вот это, ради Господа, второе, это прошлые грехи, тем старше ты, когда вы спаслись, вы можете вот лучше понимаете, если вы молодые, когда спаслись, это значит, что большинство ваших грехов было сделано, когда вы еще были верующие, особо апостол Павел, это не апостол Павел, кто это сказал, это Давид, Давид сказал, помогите мне просто забывать стыд моего юности, грехи и стыд там написано, shame, стыд, стыда, если вы были верующие, тебе надо пережить эти годы молодые, где вы думали, что вы были самые-самые, имели все ответы, и у вас вообще не было представления о жизни, большинство грехов, такие грехи и стыд от этого времени, и тебе надо изучить, тебе надо как-то с Господом понимать, как прощать себя. Это другая такая сторона этого монета, что этот мир, братья и сестры, очень грязный, и стало гораздо легче грешить сегодня, чем некогда, как будто нам не нужна помощь, мы можем грешить сидеть в пустом комнате, и человек здесь может грешить, и здесь может грешить, и здесь. Аминь, понятно? Мы такие, но сейчас влияние этого мира, эти бигборды, эти компьютеры, эти телефоны, это транспорт, везде искушение, и этот мир стал, то есть доступ к грехам стало так легко. Раньше то, что было стыдно в обществе, люди гордятся в этом. То, что раньше вообще люди свистели, были, боялись даже и сказать что-то об этом, а сейчас этим занимаются и даже хотят получить именно права этим заниматься и не считаться преступлением или что-то. Вот. Так что грех, братья и сестры, это страшное дело. Бог хочет, чтобы мы были правильные, чтобы мы были святые, чтобы мы были чистые, освященные. Бог любит чистота. Я помню, когда был этот развод в мою семью, мамой с папой. Я просто жил на улице и я ненавидел туфли, обувь, кроссовки. Это я был босиком и всегда. И я две вещи не любил, это была обувь и я не любил воду. Я просто был грязный постоянно. И папа, мама всегда работала и папа пришел раз в неделю, взял меня и смотрел, шеи было весь грязный здесь, потому что я любил бейсбол, хоккей, футбол, и мы на речке, и на рыбалку, я постоянно был такой уличный ребенок. И папа мне сказал, и он знал, что мы были бедные, и он сказал, что ты можешь быть бедным, но вода очень дешевая. Аминь. я никогда не забыл этот. И братья и сестры, может быть, вы бедные, но вода дешевая. Аминь. Можно быть чистым. И Бог любит чистоту. Если ты не веришь, читайте Ветхий Завет. Читайте Левит. Особенно Левит Второй Закония. Исход. Читайте эти книги, и ты в результат или вывод подобного чтения, ты понимаешь, что Бог любит чистоту. И грех, братья и сестры, нельзя слишком унижить грех, что это незначительно. Бог все прощает. Кровь Иисуса Христа это самое в одной стороне. И слишком вот такое крайность тоже нельзя. Нам надо искать, практиковать чистота в нашей жизни. И это значит, что братья и сестры, тебе надо научиться, что делать с грехами. Обычно отчаяние о прошлых грехах результат вот этого такое, что либо человек живет и думает, что он единственный. Есть один пастор в Америке, в Агайо, его церковь где-то там тысяч человеков, примерно, до тысячи. Большое мужское собрание, они собрали всех мужчин и задавал анкеты. Хотел знать, то есть мы начинаем здесь новое мужское такое собрание и хотел ощущать, что нам делать, на какое направление. Там задавал некоторые вопросы и задавал вот такой вопрос, а вы в последний месяц смотрели на то, что ты бы сказал, что это порнография, да или нет. И в этой церкви он сказал, что где-то 85% мужчин сказали да. И каждого из них думали, что они были единственные, которые имели проблемы с этим. Женские собрания были другие, мужчины у них проблемы с этим. сестры всегда переживают о их стабильности. Хочется ощущения безопасности. Всегда неуверенные в себе, всегда я достаточно красивый, или он меня любит, или я достаточно вес у меня такая, у меня платье, у меня стриг вот такая. Всегда они постоянно борются в этом. и каждая наедине глубоко в своем углу борется. Упадут. Упадут, делают что-то, которое не надо было делать. Женщины ради внимания, мужчин тоже занимаются иногда. Упадут. Кто? Верующие. И то, что сатана, как он работает, разделяет овцы из стада, и когда ты там наедине, через чего? Отчаяние. О чем? О грехах. Что я единственный, который борется в этом. Нет, ты не единственный. Там написано в Писании, что вот никакое искушение, которое в вас, которое нет в других. И это значит, что если я с этим борюсь, я знаю, что братья тоже с этим борются. Аминь. Это так, братья и сестры. Надо научиться, что делать. Ты либо будешь именно отчаяннее, у тебя либо будет отдельно, у меня не получается, я вот такое, такая, я вот такое, и сатана тебе, и до свидания. из-за того, чтобы вы смогли разобраться с этими грехами. Или публичная какая-то там исповедь, вещах, которые может быть было бы лучше, если не было публичной. Братья и сестры, что делать? Тебе надо понимать, что когда Бог сказал, что Он тебя простил, это значит, что Он забыл. Он сказал, что настолько далеко запада от востока, настолько Он убрал твои грехи от тебя. Там написано, что Он взял наши грехи и положил на самую глубокую точку глубину. И ты представляешь, насколько этот мир огромный, что экипаж, все, что сейчас стоит в порт Китая, все, что в Сингапуре, все, что там в каждый порт в Америке, в Европе, в Израиле. Представляешь, вот ты видел, вот эти массивные такие, это как флоты, или как называются сундры, и там у них есть вот эти контейнеры, вот такие, это 20-фунтовые, есть 40, и там они по 12, по 15 уже этажа, вот этого все, и огромные, и ты можешь взять экипаж всего мира одновременно, на одну точку окаяния, и просто чтобы все утонул, и ты знаешь, окаян стал быть тихий, уже тихий, и спокойно, в течение минуты. Вот Божья благодат, вот Божия мир, вот Божие прощение, понимаешь, что тебе не надо носить этот груз, брат или сестра, на себя, кидай, все, это было в прошлое, да, у тебя ты упал, спокнулся там, было камень пракновения, было искушение, да, ты что-то сказал, сделал, думал, ощущал, чем-то занимался, вот, тебе надо просто, как Библия говорит, исповедовать, покаяться, суди этот грех, сказать, что да, я это сделал, как Яков там сказал, он сказал, как тебя зовут, он сказал, ну, Яков, Яков, хитрый, Бог ему ввел до этого момента и показал ему, что вот без меня ты никто, ты не такой правильный, как ты раньше думал, Бог допускает искушение в нашей жизни, чтобы мы смирились, чтобы мы не так думали о себе, вот я такой самый-самый, ты не самый-самый, любой момент Бог может забрать от тебя этот забор, который он тебе, как сестра сказала, он окружал меня, любой момент, если Господь это все убрал, мы с вами, мы бы вели себе, как эти люди в концлагерях вели себе, как там этот Ленинград во время осады, осадка этого, это то, что есть в человеке, и тебе это надо понимать, мы грешники, мы уродились в этом специально, и братья и сестры, нельзя пренебрегать этого, тебе надо это судить, исповедовать твои грехи, и тебе надо эта вера в крови Иисуса Христа, эта вечная жидкость, которая способна все омыть, чистить лист. Когда я уже пойду, чтобы получить посылочку от этой почты, они спрашивают, пожалуйста, откройте, смотрите, проверяйте все, и напиши, претензии не имею. И когда вы приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, и вот Господь сказал, хочешь прощения, просто исповедуй, суди, покайтесь, исправляйте, делайте это дело правильно, и Бог пишет, претензии не имею, претензии нет. И если у тебя проблемы с этим, это значит, что ты либо не веришь в то, что Он сказал, и твоя проблема это неверие, или твоя проблема в том, что вы еще не покаялись, потому что ты еще и планируешь, или ты еще такой человек, который будет делать подобное. Или в первое, или второе. Ну, слава Богу, братья и сестры, он сказал, они спросили, а сколько раз в день надо просить или прощать? Представляешь, 490 раз в день. Я думаю, что Бог, Он не лицемер, я думаю, что Он практикует то, что Он проповедует. Аминь. Они говорят, проповедник практикует то, что проповедует, что это пе-пе-пе. А Бог такой. Аминь. Он прощает. Сколько раз в день? 490. Аминь. Еще одна сфера, это прошлые победы. То есть, у нас прошлые обиды, у нас прошлые грехи, которые обязательно надо там оставить в прошлом, а потом теперь прошлые обиды, победы. И обиды. Прошлые победы. Это для тех, которые через этот, они боролись, сражались, у них была амбиция, у них была вот эта энергия, у них была цель, они были как апостол Павел, они достигли что-то. Они вот те, которые знают это ощущение, что Бог с тобой, что Бог отвечает твоей молитвой, Он дает то, что ты спросил, Он дает тебе победу, и когда у тебя вот ты видишь, ты понимаешь, вот Бог со мной, как он сказал, он сказал Саул, поступай, потому что Бог с тобой, Бог с тобой, просто поступай, поступай правильно, вперед, занимайтесь, и Бог с тобой. Я не видя Божьи в руках везде, искушение в этом, это когда ты начинаешь уже чуть-чуть старше, ты начинаешь думать, что я могу чуть-чуть сюда расслабиться, я могу чуть-чуть, потому что ты знаешь, у меня больше духовной победы, чем другие, у меня больше успех этого, этого, эти другие братья, они не делают то, что я делаю, и ты слишком уже начинаешь думать о себе высоко, ты начинаешь думать, что я могу расслабиться здесь, я могу немножечко грех здесь заниматься, и Бог не обращает внимания, как Самсон, это было самообман, сколько раз он попал, легко, Божий избранный сосуд, да, помазание было, Святого Духа, да, Бог хотел его использовать, и использовал его, да, у него была сила сверхъестественная, да, духовная сила, да, все, да, начал заниматься то, что не надо, да, Бог все равно использовал его, да, но пришел такой момент, сколько раз, потом, не понял, прошлые победы, это обычно вот такие люди, которые говорят, да, я раньше читал Библию, я раньше раздавал трактаты, ой, я читал, да, я раньше читал Библию 10 глав в день, каждый день, читал Библию вот 3 раза в год, или 2 раза в год, или я всегда раздавал трактаты, но всегда говорят в прошлом времени, раньше, я раньше читал, я раньше молился, я раньше свидетельствовал, я раньше служил, я раньше давал, я раньше занимался благотворительные такие дела, я раньше помогал здесь на собрании, я раньше, раньше всегда было прошлое, в прошлом времени, и братья и сестры, тебе надо учиться, что это нельзя, надо вот победой на победой, победу за победой, победу за победой, это значит, что мы еще не достигли, он сказал, он сказал, что я это все, что было задное, все, что было прошлое, я еще смотрю и к цели, аминь, пока еще здесь есть погибающие люди, у нас дела есть, пока есть вот именно братья и сестры, которые нуждаются помощь, у нас дела есть, аминь, пока есть маленькие детки, которые не знают Иисус Христос, у нас дела есть, братья и сестры, надо учиться от этого Ильи, Илья, Илья, Бог его вел, он сказал, Илья, что ты здесь делаешь? Ой, я такой, 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 я единственный, все уже отступники, кроме меня. Он показал ему тогда гон, землетрясение, все остальное, почему ты здесь, Илья, я такой, 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 и он сказал, ты вообще не понимаешь, у меня уже сотни, тысячи даже, да, которые не отступники, а ты их просто не знаешь, ты не единственный, ты не такой особенный, и нельзя смотреть на других свысока, только потому, что ты считаешь, что ты самый-самый. Был человек, он работал, трудился в поле, и вот, он работает, работает, и работает, старые времена, когда все было ручное, да, вот, ну, собрал его этот урожай, и он там издалека, он смотрел, и было вот другое, он там сидит в тени, в тени, там есть это дерево, человек там просто сидит, ничего не делает, он там работает, потеет, там жарко, он жаждущик, хочется пить, и все, он всегда смотрит, и уже что-то человек вообще там делает, он разве не видит, чем я занимаюсь, и он пошел, иначе уже более интенсивно, уже с гневом, и всегда смотрит, и что-то там делает, и начинается, и потом говорит со соседним, вот ты видишь этот негодай, там это что-то, это как называется, вот такое, и потом уже бросает его дело, пошел туда, чтобы ругаться, и человек там только на пару минут сидел, чтобы наточить, и все, иногда в христианском служении это так, молодые не суди те, которые старше, веры, потому что они уже пережили битвы, и у них шрамы, у которых у тебя нет еще, аминь, у них было время, когда они были столбы, столбы вот эти, они, а сейчас это твоя очередь, носить это бремя немножечко, не суди, им надо уже лечиться, чтобы вот они были опять полезные, прошлые победы, надо уже забывать в прошлом, и последнее, прошлые просто неудачи, когда у тебя были такие планы, год назад у тебя был, каждый раз есть это решение, новогоднее, как называется решение, или желание, решение, желание, резолюции у нас называется, и каждый год кто-то там, я буду заниматься спортом, я буду похудеть, я буду обычно вот это такие, я буду больше читать книги, я буду меньше телевизор смотреть, я буду меньше что-то там другое, потерять то, что занимается много времени, то есть буду лучше, хочется лучшему, аминь, и каждый год как будто не получается всегда как хочется, и да, есть разочарование в результате этого, был один апостол, его зовут Петр Симон, Киф, Кифа, и у него тоже были грандиозные наполеонские планы, я за тебя умру, он сказал, если все тебя покидают, я не буду, хорошие планы, аминь, я буду верно служить Господь, хотя мы живем в эти дни отступничества, не я, и Господь сказал, вот молодой парень, ты не видишь то, что я вижу, ты не видишь то, что сатана там делается, готовится специально для тебя, все, что тебе надо сказать, что по благодати Божьей я буду, и все, больше этого не надо, он сказал, я буду, я буду, и все, ну, я, 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 да, планы были хорошие, справедливые, это, ну, как получилось, потом Петр сказал, вот у него были планы, он покидал все, сказал, я на рыбалку, пошел, воскресенье, уже надо было собраться с воскресеньем Иисусом, и он там на своем лодке сказал, что я иду на рыбалку, думал, что все будет как прошлое, когда было Божье благословение, все, что Бог сказал, Иисус сказал ему, кидай на другую сторону, он приобрел в себе, он это все вспоминал, все будет так, как было в прошлое, всю ночь, целую ночь, и кидали, и опять, ничего, и кидали, и ты что, ты не право наделаешь, они кричат на друг другу, обиженные, кидают, и давайте туда, и они вот, и опять кидали, восемь часов, и пришел Господь, Ей, детки, есть у тебя, как получается у тебя, у вас, да, он иными словами, как получается без меня, да, никак, никак, и Петр пошел, и там написано, что он горько расплакал, неудачи, не получилось именно так, как захотел, и в прошлом году были финансовые планы, как они, это долг уже, многие просто хотят достигнуть нуль, а мне было бы хорошо, не минус, но просто нуль, как, что это значит, забыть, не стараться, как насчет чтения Библии, ты читал Библию в прошлом году, хоть один раз, от корки до корки, как молитвная жизнь, когда тайствуешь за других, это, это мое, такое, я считаю, что я недостаточно молюсь за других, я хочу достигнуть вот такое, что я регулярно, и все эти молитвенные просьбы, которые мы собираем по средам, я хочу, лучше, чем я делаю, аминь, вот, братья и сестры, если у вас сейчас вот такое, ты живешь сейчас, и то, что кушает время, внимание, и то, о чем ты думаешь, что я не ловил момент, я этого не сделал, почему, это было неудачей, вот, у меня не получилось, и может быть, я просто такое, и у меня просто никогда не получается, и тогда зачем даже и стараться, неудачи, это, братья и сестры, просто всего лишь кирпичи на дорогу успеху, неудачи, это и есть асфалт, Эдисон, который хотел лампу, прекрасный пример, он просто сколько эксперимент сделал, и они были удачные, вокруг, на него путь, чтобы сделать лампу, он открыл три или четыре другие полезные до сегодняшнего дня, мы пользуемся его открытием, он не бросал дело, наконец, он, когда сказал ему, что зачем ты еще сколько времени утратишь, и деньги, и время, и энергия, компаньоны уже терпят, сказали, что мы уже больше не терпим, сказали, давайте мы этот возьмем, и считаем, что этот успех, и он сказал, нет, успех будет, когда мы достигнем эту лампу, вот успех, и он тоже, когда сказали, что вот, у тебя девяносто с чем-то раз, и у тебя не получается, это не такое дело, которое можно, так что давайте обращаем, и он сказал, что нет, мы просто изучали девяносто с чем-то раз, как не делать, это успех, аминь, так что вот, не надо жить в прошлом, победы, обиды, грехи, эти неудачи, пускай, чтобы прошлое было в прошлом, и сегодня новый лист, сегодня это первый день твоей остальной жизни, с Господом, вот, если у тебя, ты включил Господь в этих планах, тогда все будет хорошо, пускай успех будет в его руках, пускай он благословит, если он захочет, аминь, самое главное, чтобы ты был, чтобы я был, чтобы мы были вот такие люди, которые Бог смог благословить, которые он смог использовать, чтобы наш этот багаж личного, который в прошлом не мешал нас в градушем году, ни в отношениях, ни в служении, чтобы мы были именно вот такие, которые Бог вот смог сказать, что вот, ты знаешь, этот человек может помогать другие, этот человек знает, что делать, какой совет давать, чтобы другие тоже смогли научиться прощать, поехать дальше, вставать после падения, вот, мы должны быть такие, давайте, спасибо за ваше там внимание, давайте обращаемся к Господу в молитве.